За два года в проект ликотека территории игры вовлечено более 800 детей с отклонениями в развитии, более 52 волонтеров, обучено более 700 родителей. Этот опыт используют практически все социальные учреждения республики, обслуживающие детей. Что же такого уникального и интересного в проекте, узнали мои коллеги, побывав в обучающем центре. Самый верх у нас будет какой цвет? Зеленый. Рядышком зеленым встанем? Желтый. Внимательно посмотрите. Для создания осеннего шедевра нужны кисть, палитра красок, кленовые листья и заботливые руки мамы. Помочь не только малышу, но и его родителям – основная цель проекта. Игра, как основной метод ликотеки, является для ребенка самым естественным видом деятельности. В игре малыш чувствует себя безопасно. Он получает ценный опыт общения с другими детьми, которые отсутствуют в повседневной жизни. Ограничение возможностей у ребенка по медицинским показаниям – это не ограничение возможностей в игровой деятельности. Через игру ребенок познает много. У него развивается мышление, память развивается. То здесь у нас дети и танцуют, и поют. Даже те, которые вообще плохо двигаются, они начинают, они друг на друга смотрят. Вообще обстановка очень благоприятная такая для развития их возможностей. Настя работает учителем рисования в художественной школе. Уроки изобразительного искусства дети посещают вечером, после школьных занятий. В свободное от работы время девушка проводит мастер-классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мне очень нравятся результаты. У детей всегда что-то неожиданное. Кто-то, например, не по порядку сделал листья в разном направлении, получилось новое какое-то дерево. Поэтому это прекрасно, что они могут свою фантазию проявить через творчество. Помимо рисования, участники проекта занимаются лепкой, танцами и чтением. Сказкотерапия – особый метод, который используется в работе с отстающими детьми. Удачно подобранная сказка с последующим ее обсуждением для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого, подчеркивают психологи. Мы очень рады, потому что такой центр есть. Если дети рады, то и мы рады, конечно. Примечательно, что в игровой комнате нет различий между детьми. Тип нарушения развития не имеет никакого значения. Взрослые и дети, педагоги и медики общаются на равных. Никто здесь не говорит о диагнозах и методах лечения. Успешность социального проекта, который помог уже нескольким сотням семей, возможно именно в этом. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.